Антон, привет! Привет, Евгений! Вновь ты на монтаже со своей бригадой. Делаете вы вот эту баню, точнее устанавливаете вот эту печь, печь Протопи Парилка 14. Расскажи в двух словах об особенностях сегодняшнего монтажа. Особенности сегодняшнего монтажа заключаются в том, что он отдален от Новосибирска за 100 с лишним километров. Это близ села Ордынское монтаж происходит. Вот сюда мы ехали почти два часа. Стандартный, в принципе, монтаж. Это печь, бак на трубе, который будет установлен. Бак греется сейчас, да, на солнышке сибирском? Вот, будет установлен дымоход. Сейчас напарник выкладывает кирпичную кладку. Сделаем проем, сделали подиум, боковую стенку будем защищать экраном. Вот. Ну и, в принципе, все. Пойдем в баню зайдем. Тут еще делать и делать. Да, тут еще делать и делать, но хозяин решил поставить печь и уже плясать от печки, я так понимаю. Да. Потому что здесь еще нет потолка, по сути. Дверей, окон. Дверей, окон. То есть, стоит. Расскажи сейчас о том, что будет, как будет сама парная обустроена. Тут парная совмещена с мойкой в одном помещении. Объем парной небольшой, поэтому печку тоже ставим сюда небольшую. Соответственно, полы будут проливные, будет все вытекать в канализацию. Вот. Ну, стандартно полок будет вдоль стены. Здесь, естественно, можно будет помыться. Там, соответственно, можно будет попариться. Здесь полок именно будет вдоль этой стены. Вдоль вот этой стенки, да? Да. Самой широкой. Да. Так, а это вы уже сделали, да? Я не успел это заснять. Вы сделали подиум и оно же основание для печи. Да. Вот. Сейчас выкладываем из облицовочного кирпича проем. Наши зрители наверняка зададут вопрос, почему такой вот короткий мы сделали подиум на печке, ну, он же фундамент. Здесь, к сожалению, делали не мы, это уже были. А, это вы просто сверху в верхний ряд кирпичей доложили? Да, это мы просто кирпичом подняли, потому что вот пол будет как раз на уровень фундамента. Вот. Ну, чуть-чуть по-получается, здесь будут лаги, сутра будут доски. Вот мы решили приподнять, потому что печка будет находиться рядом с краем, а дальше подвигать не было возможности, потому что уже смещается кладка, решили оставить какой-то кусочек. Ну и понятно, здесь еще как бы уже идет слив, поэтому вот исходили из того, что есть. Угу. Понятно. Здесь, вот так как нет потолка еще, я понимаю так, что мы оставим на будущее задел для строителей, которые будут монтировать потолок. Ну, скорее всего, будет монтировать потолок сам заказчик. Вот мы с ним обсудили, что мы по тому, что проходной узел соберем, повесим его на юбочку, и он будет вещать, когда он сделает вагонкой, подойдет к нему, он уже прикручит его по месту. Ну, то есть сейчас во время монтажа мы его смонтируем, точнее вы его смонтируете, и затем объясните, что нужно будет делать. Да, да. То есть его нужно будет приспустить, потом... Подвести вагонку, соответственно, прикрутить и все. Ну, вот здорово. Ну, давайте сейчас пока понаблюдаем, как Егор очень быстро укладывает просто невероятной красоты. Кирпичный портал. Буквально несколько минут, и мы уже будем становиться свидетелями того, как на этот подиум будет водружена печь протопи Парелка-14. Кстати, у вас в магазинах продается уже готовый портал кирпичный. Есть и готовые металлические порталы от производителей, но вот есть и кирпичные порталы, но они такие, скажем так, нету возможности как-то комбинировать кирпич. Здесь вот решили заказчики скомбинировать, делать темный кирпич. Но здесь все будет закрыто, получается, печью. А с внешней стороны... Ну, значит, пока швы не расшивали, то есть это будет все, когда уже... Ну, раствор немного подсохнет, будем расшивать швы. Это будет красиво. Так, но мы не будем ждать того момента, когда раствор подсохнет, для того, чтобы поставить печь. Просто аккуратно ее поставим и приступим к монтажу дымохода. Да, да. Антон сейчас проделывает очень деликатную операцию. с некоторыми элементами дымохода. Баня низкая, и нужно еще отвести его с дымохода от стены, потому что в печке выход дымохода к переднему краю стенки. Пак на 60 литров установлен будет на печь, и поэтому Антону приходится... Все улезло, приходится все подрезать. Тем не менее, на целостность конструкции это никак не повлияет. На жесткость монтажа то же самое. Как с подрезанными элементами, так и с целыми будет стоять жестко все. Подрезали старт, подрезали шибер с той же целью. Ага, все на герметик и на печь. Более того, друзья, смотрите, здесь еще будет укорачиваться выход бака. Вот примерно на 2 сантиметра, 2,5 сантиметра. Для того, чтобы вот эта конструкция вся уместилась под потолком. Несмотря на то, что будет стоять еще и кран из нержавейки, необходимо все легковозгораемые поверхности дополнительно защитить от теплового излучения. Здесь мы используем базальтовый картон. Чувствуем печку. Друзья, самый, наверное, важный момент настаёт. Подружаем печку. Печь она довольно тяжелая. В нижнем ряду кирпичей специально выпилили паз для того, чтобы беспрепятственно встал канал для зольника. На четырех болтах рамка с дверцей крепится к обечайке топливного канала. Печка на солнце нагрелась, как будто топили, да? Угу. Ничего хитрого. Единственное, что действительно сейчас нужно будет по уровню выставить, чтобы было все ровно и красиво. Ну что, уже вырисовывается что-то, да? Ну да. Уже вырисовывается. Ну что, Антон, получилось сэкономить пространство? Вообще получилось. Сантиметров 10, наверное, где-то украли, да? Да, больше. Если учесть, что мы каждый элемент подрезали, кроме одного отвода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Порядка 150 миллиметров где-то, да? Ось дымохода у нас ушла, получается, от стены. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Антон, каковы наши дальнейшие действия? Сейчас мы, наверное, тресемся. Вырежем в решетке USB необходимое расстояние. Дальше будем бросать поганаж трубы и делать гидроизоляцию. С помощью отвества ищем центр оси дымохода для того, чтобы на крыше отметить центральную точку будущего выхода дымохода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Временное решение, конечно, да? Вот на таких брусочках крепится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле, хорошо, что поставили бах на трубе. Достаточно большой элемент, ну, большой по высоте элемент одностенной дымохода, он сбивает температуру. Дымоход, следующее, здесь меньше греется в этом случае. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удобные трубы, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И гнешь как хочешь, и крепишь куда надо. И температура не боится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот последние штрихи перед первой протопкой. Печь протопи парилка 14 установлена. Установлен бак на 60 литров. Выведен через кровлю дымоход ОМК. Здесь, конечно, еще строить и строить, но совсем скоро эта баня полноценно заработает. А сейчас нас ждет тестовая протопка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, друзья, черновой монтаж печи протопи парилка 14 закончен. Дымоход с баком ОМК выведен на крышу. Печь работает, дрова потрескивают. Вода в баке греется. Сейчас термостойкая эмаль, которой покрыта эта печка, закрепится, и все масла выйдут. И часа через два можно будет укладывать в печку камни. Ну, к сожалению, в бане пока не попаришься. Еще нет пола, нет дверей, нет потолка. И, кстати, поэтому не закреплена потолочная разделка. Ну, как только хозяин бани доделает баню, мы постараемся сюда еще раз вернуться и посмотреть, как же она работает. Ну, а пока будем любоваться тем, что мы с вами сегодня сделали. Времени потратили один рабочий день. Уложили подиум. Выложили вот такой красивый портал. Установили печь. Все выверили по уровню. Установили дымоход. Сверху на крышу установили мастер-флэш. Но для того, чтобы посмотреть, во сколько обошлась эта печь с комплектом дымохода, зайдите на сайт farnax.ru и вы приятно удивитесь. Звоните нам по телефону 8 800 152 38. Подписывайтесь на наш канал. Заходите к нам в социальные сети. Ждем вас в гости. До новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok